такие сугробы вот там первый этаж вообще не видно то есть ну по высоте где-то три с половиной как минимум где-то даже 4 метра вот такие сугробы любые дети которые посчитают что можно поиграть царь горы могут прямо на лед упасть и вопрос в дворе дома 31 капсамульский есть от кейный корт принадлежит муниципальному представлению надежда значит вот этот корт отдали аренду надежда дала во-первых дети которые хотят не могут попасть там платить надо у нас есть не все богатые люди правильно потому что этот вопрос надо решить как-то и во-вторых опять за насчет этого города вокруг этого города что-то снега они и никто не выводит управляющая компания своей территории прекрасно чистят они выводят все как положено а вот этот снег они должны вывести вот это арендатор который арендует но снег не выводят это раз вопрос значит насчет пустующих зданий там же рядом находится станция юных техников это комсомольский 21 друг 1 получается здание пустует никому ничего не надо и еще одно пустующее здание значит пиропроходцев 18 друг 1 про это здание уже давно это бывшее здание ресторана сибирь это здание наверное здесь 10 12 стоит никому ничего не надо мы уже задавали вопрос никто ничего не решает по этому арендатору не до звука добрый день максим валерич на химчук заместитель начальника управления физической культуры и спорта по поводу данного корта москва кор действительно принадлежит закрепленного оперативного управления за муниципальным бюджетом учреждения центра физической подготовки надежды из 2017 года он отдан по договору аренды автономной коммерческой организации центр развития хоккея жалоба ваша поступила в управление есть данное вращение мы уже направили претензию в адрес директора этого автономной коммерческой организации ближайшее время мы этот вопрос у вас второе я бы сразу поручение контрольного управления с точки зрения того что вывозят снег непонятно то есть он все это сталкивает управляющей компанией выше флага выше флага вот такой загрузили запомните пожалуйста это тридцать первый дом и там корот внутри стоит поэтому здравствуйте человек который уже жители николаевича поясню по этому вопросу ему не пояснять надо сделать что-то уже отработали в том-то и дело зафиксировано в настоящее время на контроле находятся лица ответственные за данные правонарушения ну а главное сникули и детская площадка таки сугробы вот забор выше меня ростом знаю наверно в данном случае два метра а так вообще по идее два с половиной и вот там в конце его почти не видно сейчас покажу это у нас скамейка вся в снегу в общем жители жалуются что эта площадка площадка детская она ни разу не чистилась за сезон зимний скамейки почти нет утоплена вот это на самом деле горка детская естественно на высокая немножко это это не турник это качели еще одна скамейка еще одна скамейка тут я предполагаю что люди сами разгребали вот забор уже короче стал за счет снега это вот детская качалка которые почти не видно уже так вот даже некоторых случаях выше машин снег это еще одна скамейка почти не видно здесь у нас что-то все бесхозное с крыши снег никто не убирает сосульки висят вот самое интересное вот с этого с корта с которого деньги берут за деньги чистят корт а прилегающей территории не убирает не управляющая компания не собственники корта вот такие сугробы посреди сургута вот этот забор вот он оттуда длится а здесь его уже нету здесь естественно дети везде гуляют и вот эти заборы вообще не помеха здесь обычно ковры выбивает сейчас только половики половики можно выбивать а вот самый самая главная гора высотой с две машины естественно дети здесь играются с такой высоты может ребенок упасть доступ свободный тут по высоте я не знаю метра четыре точно есть сейчас он сейчас вон оттуда засниму как это выглядит со стороны каток платный попробуем узнать сколько это стоит удовольствие вот я стою машины внизу склон крутой где-то градусов 40 как минимум вот так это еще выглядит скоро фонари не будет видно за сугробом здесь сюда не тоже не чистят данные номера телефонов попробуем позвонить чуть позже узнать с 11 часов работает телефоны зафиксировал это здрасте а сколько вас стоит прокат коньков 300 рублей так каток на прокат 300 рублей абонемент а один раз нет ну тут как написано непонятно 300 рублей за 1 прокат а если этот абонемент на месяц Непонятно. Слово час нету. А вот эту территорию кто должен убирать? Это на вашей? Нет? Снег который снаружи. Вон тот четырехметровый. Это управляющая компания должна убирать? Или вы? Я не должна убирать. Это начальство всего просит. Ну ладно, зададим мэру, главе городу. А начальство где, здесь? Нет, здесь каток. А как начальству можно позвонить? Можно телефон? Я даже не знаю где они сидят, у них есть телефон, где-то там же написано в английском, а только читали всю информацию на стене. Вот этот 97 66 60. Если хотите можете мой номер записать. Важно? Да. Зачем? Ну если начальство сочтет, нужно позвонить. Потому что вчера главе города поставили вопрос вот об этом снеге, почему его не убирает никто. Это вот любой ребенок может забраться на высоту в четыре метра и упасть с нее. А там лед, чистый лед. Шею однозначно можно свернуть или ногу сломать. А вы о себе информацию оставьте или я просто позвоню, да напрямую разговариваете по телефону? Ну вы мне номер дадите прямой начальству? Я сомневаюсь. Ну вот этот номер тоже прямой он. Вы просто на телефоне, у вас телефон звонит, я как поняла. Ну да, да, я позже позвоню. Вы меня-то не снимаете? А? Вы меня не снимаете, значит? Вы против? Конечно. Хорошо, я вас вырежу. Ну, замажу, чтобы не видно было лицо. Надо же согласиться, если вы спрашиваете. Нет, я не обязан согласиться. Разрешение спрашивать. Я журналист. По закону имею право. Ну если вы просите, я замажу. Я же по-человечески отношусь. Вот я журналист. Да я не хочу, чтобы меня снимали. Вот инспектор общественного движения по борьбе с коррупцией. Антон Николаевич Булбек. Ага. Живу в этом доме. В 21-м. Ну я попозже тогда начальство наберу. Я же набираю как раз этого, чтобы свои швы разговаривали. Ну давайте попробуем. Мне просто интересно, под чьей ответственность вот этот снег, который снаружи. Внутри-то понятно, не ваш. Женя, здравствуй. Женя, здравствуй. Это Резидент. Зашел тут журналист. Антон Николаевич Булгаков. Антон Николаевич Булгаков. Вот он, насчет снега, который за забором. Могу я передать трубку? Можешь поговорить, Женя? Ага, передам трубку. Сейчас громкую связь поставила. Спасибо. Здрасьте. Что-то нет громки. Видите, вот так. Потому что у меня еще ярче. Алло. Да, да. Слышно меня? Да, слышно. Будьте добры, представьте, пожалуйста. Евгений, управляющий катка. Подскажите, вот этот снег, который снаружи катка, четырехметровый сугроб, он на чьей территории находится? Это прилегающая территория катка. Это уже, получается, управляющая компания несет ответственность за него? Ну, это прилегающая территория катка. Управляющая компания несет ответственность на парковке. Ну, а вы как-то сообщали, нет, о том, что опасная ситуация возникла во дворе. Любой ребенок с четырехметровой высоты может упасть? Сообщали бы. Да. А? Мы этот снег будем вывозить. Так это на вашу ответственность? Ну, мы его вывозим, как бы, после сезона. Продолжение от него. Что значит, после сезона? А если тут десять метров наметет? У вас фонари скоро скроются за снегом. Вы как каток будете освещать? Ували, какой залято все. Ували. Я с целью общественной безопасности. Ували. Вы что ждете, когда ребенок упадет или конца сезона пока сам не растает? Ну, я вас услышал хорошо. Вы, не только вы меня услышали. Вчера этот вопрос поднимался на встрече жителей города Сургут с главой города Шувалова. И, по-моему, кто-то из ваших арендаторов или с вашей стороны выступал и пообещали через неделю данный снег убрать. Ну, да. Я об этом знаю. Сейчас ждем. А это не вы были там? Нет. Говорят надо. Ну, вот. Ну, что, тогда это беру на контроль и ждем от вас результатов. Хорошо. Благодарствуем. Просто к чему вот это вот вы говорите, фонари, как бы снег убирать, будем отсчитывать или как? Если это решается уже немножко на твоем уровне. Не, ну, я так понял, вас безопасность детей не волнует, да? Почему волнует? Вот скажите, вот, за домом, к примеру, безопасность детей, ну, если вот просто поговорить, да, как вы хотите остановить, скажите, надо на все писать, вот за нашим катком голубядины, да, дети на нее тоже залазят, могут упасть. Ну, безопасность детей. На что залазят? За нашим катком, там есть голубядины, есть орыжи. Так. Ребенок, если залезет на гараж. Ну, туда намного сложнее забраться, я по себе знаю, я тоже был ребенком, и я в этом дворе вырос. И у нас никогда вот такие... Вы ребенка, вы по себе знаете, кто на гараж на лицо вообще не поможет. В моем детстве вот таких сугробов опасных никогда не было, ни за одну зиму. Ладно, хорошо. Готов будет, мы будем его закрывать 15-го числа максимум, то есть все будет чиститься. Благодарствую, всего хорошего. До свидания. До свидания. Ну вот, другое дело, по-человечески пообщались. Благодарствую, до свидания. Так, а сегодня у нас шестое число, то есть 9 дней они сами себе дали на уборку снега. Ну, посмотрим. Объект под охраной. А, сейчас я еще с этой стороны засниму. Вот, даже здание у них утопает по снегу. Вот здесь тоже можно свалиться. вот такие сугробы. Вот там первый этаж вообще не видно. то есть, ну, по высоте где-то 3,5, как минимум, где-то даже 4 метра. Вот такие сугробы. Любые дети. Любые дети, которые посчитают, что можно поиграть в царь горы, могут прямо на лед упасть. На этом все. Или даже не все. Вот тут у нас, оказывается, и не огорожено, хотя ведутся работы. Тоже вопрос к ДСВЖР и к подрядчику. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Субтитры создавал DimaTorzok